Девушки отдыхают У тебя нормально У тебя тоже В каком возрасте эта проблема начинается? Как правило, эта проблема после 30 возникает Потому что кожа перестает быть упругой Если человек не занимается спортом, то, как правило, мышцы начинают так немножечко дреблеть и ввисать Но в любом возрасте можно это дело исправить И мы сейчас это сделаем Дело в том, что когда мы делаем что-то по дому Мы носим детей, мы поднимаем покупки У нас очень активно работает бицепс, передняя часть руки Но очень редко мы делаем что-то назад А трицепс, это задняя часть руки, включается именно тогда, когда мы что-то выталкиваем, выбрасываем Сколько раз за день ты делаешь что-то, что направлено назад? Скорее всего, нисколько Нисколько, так и большинство женщин Мы практически не задействуем эту мышцу Но для этого просто-напросто нужно уделить несколько минут в день именно этой мышце отдельно Давай Итак, первое, что мы сделаем, это возьмем наш небольшой атрибут, это бутылки Это могут быть книги, это могут быть бутылки, какие-то овощи в руках, тяжелые, не тяжелые Какой должен быть вес? Вес должен быть от одного до трех килограмм Мы опустим руки вниз и начнем с того, что просто в общем укрепим мышцы рук Выведем руки вперед, разведем в стороны и опустим вниз Таким образом мы задействуем мышцы плеча Ну вот посмотрите, какие мы с Анитой молодцы Мы, наверное, уже недельную норму вот этого упражнения сделали Не бывает много, не бывает Вес очень легенький у нас, поэтому достаточно Хорошо И теперь, собственно, мы переходим к мышцам трицепса Самое эффективное, самое полезное и самое простое упражнение, которое можно всегда и везде сделать Это упражнение обратное отжимание Итак, выходим вперед, расправляем плечи Попу подвинули ближе к стулу И опускаемся вниз, сгибаем локти И наверх поднимаемся, выдыхаем Можно потратить всего секунд 30 на это упражнение И никогда больше не жаловаться на проблему обвисшей задней части руки Но делать нужно каждый день Делать можно через день Через день по сколько раз? По 15 раз Здесь как мы усложняем нагрузку Первый вариант, самый легкий Это мы делаем с согнутыми коленками Второй вариант мы делаем с ровными ногами И третий вариант, мы не просто опускаемся чуть-чуть, а мы опускаемся, касаемся пола И поднимаемся наверх Опускаемся, касаемся пола И выдыхая, поднимаемся наверх У меня сейчас оторвутся руки Обязательно нужно подбирать тот вариант нагрузки, который адекватно подходит именно вам Последние три раза любого упражнения должны быть действительно тяжелыми Но сейчас такое впечатление, что здесь вот так рука в три раза увеличилась и сейчас куда-то улетит Не бойтесь, если руки немножечко отекают, немножечко увеличиваются в размере Это временное явление, потом это сойдет Просто приливает кровь, руки даже можете заметить, что становятся немножко красненькие Да Слушай, тут мне еще не очень понравилось, что когда низко опускаешься, вроде бы вот здесь вот суставы болят Может я неправильно делаю? Если болят суставы, то это значит просто подвижность вашего сустава еще не до конца разработана Вы работаете не в полную амплитуду Поэтому каждый раз по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть нужно опускаться ниже Но когда делаешь первый раз, болевых ощущений быть не должно Мышцы болеть должны, но вот чего-то такого, что ты можешь указать пальцами, сказать болит вот здесь, ни в коем случае не должно быть А если такая боль все-таки появляется, то что это может означать? Это может означать, что амплитуда слишком большая и вам просто не нужно делать настолько глубоко упражнения Со временем эта боль пройдет, укрепятся мышцы, растянутся связки и станет делать легче Анит, от твоих упражнений я уже взмокла вся Надюш, это отлично, потому что если ты не вспотела, значит ты что-то делаешь неправильно Обязательно во время тренировки вы должны становиться мокрыми и чувствовать, что вам действительно жарко Для следующего упражнения мы опускаемся вниз Это отличное сложное упражнение Такие я люблю больше всего, но они дают самый большой результат Отставляем руку немножечко подальше от себя Другую руку ставим за голову Спину держим ровную и мы будем опускаться с тобой вниз на локоть Отставь немножко подальше, да И подниматься снова наверх Здесь мы задействуем как раз таки вот эту мышцу трицепс Заднюю часть руки Упражнение не сложное Сначала Но примерно после десятого раза начинает ощущаться нагрузка Ну вот сложно даже когда опускаешься И чем больше делаешь, тем действительно больше понимаешь, что у нас есть трицепс Действительно, когда мы опускаемся, тоже идет очень хорошая работа Поэтому не нужно падать вниз, а наверх подниматься Нужно в течение всего упражнения хорошо чувствовать мышцы Здесь мы делаем тоже 15 раз 15 повторений на одну сторону и 15 на другую Мне кажется, что мужчинам тоже на пользу пойдет это упражнение Я себе слабо представляю мужчину, который лежит на бочку С отставленным бедром, с рукой за головой в позе русалки и делает это упражнение А что же мужчины делают для трицепс? Будет хорошо, если обычные отжимания Вот такие вот, да, наши самые-самые обычные Мы заменим на отжимания, когда у нас руки стоят узко Давай мы с тобой пробуем сделать с колен, для мужчин обязательно с носков Опускаем плечи И когда у нас руки идут вдоль туловища, а не в стороны Тогда мы задействуем мышцы трицепса Эти упражнения более сложные Надь, у тебя на удивление получается очень хорошо Если наши телезрители попробуют сейчас это сделать То они убедятся, что это намного сложнее, чем обычные отжимания, когда руки в стороны И еще одно упражнение Мы меняем немножечко положение Нижней рукой обхватываем себя, обнимаем Другая рука стоит впереди Мы толкаемся верхней рукой Поднимаемся и опускаемся Слушайте, ну здесь еще и мышцы боковые вот эти Напрягаются Да, как всегда Я подстраиваю упражнения так, чтобы хотели накачать руки А накачали еще и пресс Спасибо тебе за это Вытрямляемся сверху Ой, как тяжело, слушайте Да Но зато трицепс появляется Причем, Анит, эффект не только в руках, но такое впечатление, что я полностью тренировалась Да, как всегда упражнения, которые вы делаете дома задействуют все мышцы и эффект в два раза больше Скажи, пожалуйста, через какое время, если мы будем делать эти волшебных пять упражнений для трицепса, будет заметен эффект? Чем меньше вы тренировались до этого момента, тем быстрее появится эффект То есть, если ты никогда вообще ничего не делала И тут вдруг взяла я в течение недели раза три хотя бы сделала эти пять упражнений То эффект в конце недели уже будет очевиден И крепатура будет Мне даже вот так вот, смотри Даже тяжело руку поднять Но я вас, девчонки, не пугаю Я наоборот призываю вас обязательно делать эти упражнения, чтобы почувствовать, что у нас есть трицепс и еще не все потеряно Спасибо тебе, Аниточка Полные руки делают фигуру женщины заметно объемнее Поэтому очень важно тренировать трицепс И теперь, благодаря упражнениям от Аниты Луценко, мы знаем, как делать это быстро, эффективно, а главное, с постоянством Действуйте! Спасибо!